Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Может быть после терактов и вообще с учетом того, что сейчас происходит в мире, все-таки надо пересмотреть наши взаимоотношения? Отвечает митрополит Кирилл. Я бы не сказал, что взаимоотношения плохие. У нас есть различия в подходах. Мы считаем, что для того, чтобы произошла встреча Святейшего Патриарха с Папой Римским, необходимо предварительно договориться о решении проблем, которые существуют между русской православной и римско-католической церквами. В этом подходе нет никакого радикализма или экстремизма. Когда встречаются главы двух государств, на предварительном этапе прорабатывается возможное решение тех проблем, которые существуют между государствами. Это обычная практика. Мы предлагаем такую практику, не желая, чтобы встреча превратилась просто в телешоу. Встретился Святейший Патриарх с Папой, обнялись, поцеловались, разошлись, а потом все продолжается, как и было до этой встречи. Нельзя вводить людей в заблуждение. Вот будут говорить, как же так, Папа же с Патриархом встретились, поцеловались, обнялись. Какие проблемы? А проблемы-то существуют, реальные конфликтные ситуации, которые нужно решить. Если мы договоримся о том, как мы будем решать проблемы, то нет ничего невероятного во встречах Святейшего Патриарха с Римским Папой. Святейший Патриарх неоднократно говорил, что готов встретиться при условии хорошей подготовки этой встречи, то есть при условии нахождения путей, ведущих к преодолению существующих проблем. Конец цитаты Отвечает Игнатий Лапкин И ни слова о том, что же нужно Папе здесь. А Папе ничего здесь не нужно, кроме как всех под свою туфлю положить. Да с таким прошлым и с таким настоящим, как у католиков, носа бы не высунул честный человек, И рта бы тысячу лет не раскрыл, а они лезут на экран. Миллионы трупов, иезуиты, инквизиция, воины, крестовые походы. И они, как новенькие, опять напудрились. Это все от бессовестности высочайшие пробы. Да на люди бы не вылез, а плакал бы в келейке своей дедушка за свои и за предшественников грехи. Псалом 58, 9 стих. Но ты, Господи, посмеешься над ними. Ты посрамишь все народы. Книга пророка Языки, или 16 глава, 63 стих. Для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда. Когда я прошу, прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Субтитры сделал DimaTorzok